добрый день дорогие друзья мои подписчики мои гости случайные прохожие я вам всем очень очень рада сегодня я достала вот этот туисок этот он прибыл давным-давно из россии к нам сделан из бересты я его показывала первые подписчики мои его наверно помнят и вот я всегда его достаю когда к рождеству и наполняя его сладостями и он мне так находит свое хорошее местечко в квартире конфетки там такие знаете ну шоколад орешки как бы и шарики которые вешаются покажу вот такие их на елочку можно повесить вот очень мы любим вот эти конфеты каракан они продаются только перед до рождеству перед новым годом скажем рождеством еще перед пасхой они появляются иногда так вот такие конечно вкусняшки ну как вам сказать мы их уже сладости очень много не едим и этим нас не удивишь у нас даже дети иногда собирает все в кучу столько набирается конфет всегда этот мешок конфет потом отдаем тем кто стряпает тортики шоколадные ну а чё и же не будешь каждый день есть так много сколько они тут и продаются и покупаются здесь лежат мои украшения которые я когда-то делала браслетики это ж такие знаете ну на карнавальные встречи одевать вот такой вот тоже новогодний можно сказать это я когда училась делать украшения я вот их такие и сделала а а сейчас я еще хочу показать какие вазочки я достала что я буду ставить везде и на стол и в общем начинаем показ сейчас минутку берем конфеты ну вот это моя одна из любимых современных скажем украшение или посуды для стола вот это у меня всегда в зале стоит нижняя часть да вы ее уже видели я всегда там меняю декорации все но сейчас я ее достала показать потому что там у меня сейчас стоит другая вы видели какую я поставила там с этими голубенькими птичками и такой более-менее зимний вот вариант но вот это леонардо вот таких посмотрите какие красотки тяжелое стекло знаете такие я когда купила себе я купил две такие вазочки как-то уже давно давно я вообще не знаю продаются они еще и вряд ли а потом пришли мои друзья наши на день рождения подарили мне вот эту и три штуки еще где же они у меня вот еще одна так еще была одна вот она и вот еще одна вот представьте себе они ведь обалденно красиво смотрится когда стол на столе все стоит подобрана да как и они такие немаленькие небольшие они как раз чтобы грибочки положить смотрите да в разные концы можно маленькие помидорчики положить или что еще до оливье может сюда положить прекрасно только разные местах чтобы людям не тянуться поставить я вот эти вазы очень-очень люблю они уже и часто мне служили на столе когда гости были я просто у меня сейчас так много всего что я про не забываю еще я вам покажу вот эти шарики которые наша сноха когда-то сделала я их тоже сейчас достала смотрите какая прелесть вообще это же тоже такой труд сидеть все это тут куда-то вот эти подевались надо мне приделать каждый год собираюсь и итак еще где-то один был он может где-то в вот сиреневый такие смотрите тут все на месте еще был желтый ну а что теперь делать надо его где-то искать немножко шум ну и вот к этой красоте конечно я думаю надо было мы не достать сейчас покажу вот эти рема стаканчики они конечно по цвету немножко отличается но у меня сказать такая скажем по цвету вот этих если это на них поставить и и она не будет видно что они желтенькие такие сильно таких у меня четыре штучки очень красивые тоже они ко мне прибыли из социального магазина я их там нашла вот посмотрите как же показать что-то тут написано даже и нарисовано сейчас скажу 1777 год 200 лет этому нидер а элерхов ну это вот где продают алкогольная или которые потом они и делают такие бренды для продажи вот именно своей посуды чтоб свое было близко поставила она все грохочет а я же снимаю с камеры и с телефона и так это не сильно видно красивые красивые когда-то я в подвале нашла вот эти красивейшие зеленые и у них было шесть штук но так как я тогда не увлекалась они у меня стояли стояли потом взяла их назад унесла в подвал кто-то их взял а теперь я вспоминаю и думаю какие же они были красивые а я просто тогда еще работала родители старенькие за ними надо было ходить ну в общем получилось так что некогда мне было надо заморачиваться вот искать там что-то винтаж изучать что-то у меня времени вообще не было я сейчас понимаю тех людей которых есть это ролики и канал и потом куда-то надо же что-то снимать но еще и они работают это очень тяжело и очень сложно я это все прекрасно понимаю а у меня я на пенсии и это мне времени много ну вот я и занимаюсь играясь как у меня супруг говорит смеется заглянет в эту комнату где я сижу за своим столиком а говорит играешься я очень рад что у тебя есть занятия ну как-то так но у нас мороз сегодня девочки минус шесть звезды ночью были такие на небе классные яркие ну днем будет потеплее но это еще не все еще что-то вам хочу показать сейчас ну вот доделала я свой сапожек но мне надо еще блески купить чтобы сильнее побрызгать и получается вот это я делала когда-то проволочные украшения я его сюда пришила здесь я еще эти веточки ели как бы снегом припорошенные вышила и вот тоже ну и получился такой сапожек украшенный как бы по-зимнему да тут медвежонок тут перед ним да что угодно может быть орешки смотрится очень красиво и вот тут вверху вот снежинка такая ну в общем знаете начала шить все что мне в голову сбрендилось как и что раз синий фон думаю надо что-то придумать это должна быть зима снежинки и вообще это же к новому году это всегда связано с елями с соснами с медведями с зайцами ну с чем угодно ну в общем такой памятный ботиночек в которых топали все наши внучки и внуки когда были к нам были в гостях у нас а пол у нас скажем ковров у нас особо нету мы не стелим и поэтому мы их заставляли одевать ботиночки или теплые носочки так вот это теперь я еще один вам покажу как вам вот этот красавчик это у меня прям как получился как русский сапожок смотрите вот начала я с того что выш сейчас как и неудобно начало вот с этой стороны вышивала вот так такие прям лапы и деревья в снегу а потом серединку а тут уже другие веточки верху надвязала крючком и тут повесила такие как бы льдинки в белых снежинках и связала бантиком и здесь тоже сделала такое из на проволочке эти шарики это же должно быть как бы елочка в снегу и вот тут еще такие зеленые шарики вокруг а вот это вокруг когда-то я вам показывала это я такой манжетик связала на руку на клепочках а тут он мне пригодился кружева такие и вот я его сюда и пришила ну это получилось вот такой красивый ботиночек внутри я сделала такое зелененькое как бы как мешочек вшила и вот туда мы конечно что-нибудь положим можно ангелочка с конфетами ну и конфеты много и не ложить потому что туда много не уходит но деньги мы им обычно ложим они уже взросленькие а это им будет память от этих сапожек которых они все у нас ходили вторые я еще не сделал я не знаю буду я их еще делать или нет по одному наверное хватит повесить где-то под елочку поставить но со временем не все сразу а это все-таки кропотливый труд я на нем сидел и трудилась не знаю сколько дней но неделя точно ушла теперь я хотела вам еще показать коротко знаете у нас сын делал ремонт и нашел под полом программу немецкую по телевидению так я удивилась конечно 59-го года представляете в 59-м году мне было господи 6 лет то время еще даже света толком не было свет был у нас в 12 часов отключали мы жили в маленькой деревушке а где-то было телевидение представляете вот в СССР появилось телевидение 1 октября 1931 года в СССР да и в некоторых ну появилось оно в таких Ленинграде Нижнем Новгороде в Томске ну такие города их не так много в то время было вот и это самое 1 мая 1932 года был показан первый парад в России в Омске с 50-го до 51-го года появилось телевидение в Омске и в Барнауле в 57-м году в Новосибирске в Германии телевидение появилось в 1935 году в Берлине и вот представьте себе программа с 59-го года она правда такая уже сейчас вам покажу вот она она такая уже изношенная но видно 13-й ну на неделю программа 19-го сентября 59-го года Гамбург так я удивилась мне так это было интересно смотреть сейчас я себе сделаю место и немножко вам покажу вот тут вот такие статейки очень мило знать о чем-то там я не буду вам читать фильм такой шел этап сентября шла тоже в то время а Лаосе в Лаосе тоже все и тоже вот как сейчас почему-то акция большая по уничтожению голубей 15000 голубей было уничтожено так футбол он всегда очень любим немцами и всегда про него вот писали показывали в программах да ну вот представьте себе 59-й год да уже в то время рекламы были овсяные хлопья кушали уже в то время или мыло рекламировали ладан ладан вот тоже что-то рекламирует верн он зен вот наверное что-то слушать и видеть не знаю это юмор такой зачем мне луна такая одежда рекламирует вайс вайс написано да так и вот еще что-то палма ливи смотрите какие люди красивые прическа чудесная да это фильмы старинные я вообще я говорю вот какие фильмы шли всю неделю какие программы что тут интересного вот какая-то команда тех того того времени обществу такое по строительству а это фильм а все этот заяц по этапу который шел а вот сама программа внизу ну тут каждый день программы только я хотела сказать что я где-то нашла что в то время уже рекламировали вот эту стеклянную посуду для микроволновок я быстро сейчас пролистаю может я на нее попаду мода какая была это итальянская наверное Лиана нет это все в Амбурге видите ага ингляски кохт шмигт алиспеса вот представьте себе вот она с тех пор эта посуда и до сих пор любима ой интересно jenner glas jenner jenner glas von er auf den tisch чудесно это тут а это романы вот я очень любила в журналах когда писали романы или что-то что можно было прочитать как книжку вот пожалуйста бритвы рекламировались philips магазин нас его уже нету вот какие платья носились продавались газета конечно уже представьте себе сколько лет она там пролежала да ванны ванны юмор какой-то был в то время уже тут сушилки сушилки для посуды туфельки интересно его можно было если телевизора не было читать как книжку все равно какие люди какие люди были красивые с прическами спорт крэфт это сердце вот кунтер кухенцеттель ну что на кухне имеется для всего вот такие телевизоры фернзе люксус герета а теперь еще покажу наряды как женщины одевались бусы вот какое платьишко было вот это из шерсти было вот стоит воля какой-то бальзам продавали рекламировали а эти из Болгарии картины наверное послевоенные годы восстановление я думаю вот тоже про птичек все юморили и вот это последний листочек тут уже ничего не видно ну в общем ну как вам сказать с 59 года и до 60 40 и 22 62 63 63 ну да ну вот и все мои хорошие я с вами прощаюсь я желаю вам мира добра всего самого наилучшего будьте здоровы берегите себя и своих близких и до следующего ролика напишите напишите как вам мое творчество пока-пока мои хорошие всего доброго до сих пор пока-пока 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 Продолжение следует...